Третий уже как бы старт для зеркового рамля. Народ как бы потихоньку привыкает, приобщается. Я думаю, что интерес все равно большой, хотя многие еще изъявляют желания, но не решаются. Им нравится, они хотят, но до какого-то определенного старта, потому что это испытание и для людей, и для машин, потому что проехать тысячу километров на каком-нибудь ретроавтомобиле это все-таки испытание. В Украине единственная многодневная гонка на ретро-мобилях. Организатором является Харьковчанин, что особенно приятно, Дмитрий Львович, Григорьев, он же самоход. Уже не первый раз мы едем со всей Украины, автомобили съезжаются на финиш в Одессу. Мы все находимся на старте региона Восток. Мы приготовили машину, как бы еще с прошлого года мы ее готовили. Наконец она приготовлена для серьезного испытания, для автопробега в Одессу и обратно. Я как пилот плюс штурман, он же механик. Машина будет преодолевать по 500 километров в день. И я думаю, что у нас сегодня финиш в Кропивницком, завтра финиш в Одессе. А потом, как бы, конечная точка, это крепость Белгород-Днестровский, где будет проходить само награждение, сам финиш и большое шоу, связанное с ретро-движением, включая там одесские все мероприятия, проходящие в этой крепости. Стартует больше шести машин, сейчас уточняем количество. Восточный дивизион Восточный дивизион отсюда стартует. Мы, как участники, наша задача строго действовать плану, составленному организаторами, строго дорожной книге соответствует. Надеемся, нас не подведет техника, надеемся прибыть на финиш и, конечно, надеемся победить. Музыка К сожалению, это одесса, это не хуже. Пожалуйста! В периоде я дорогие, у нас, как и... Музыка К сожалению, там машина машинная машинная, она сделана. Четыре-корошее номера уходит по стаду. Музыка К сожалению, у нас уходит на дистанцию маршрут. Музыка Музыка Продолжение следует...